Вот такие маленькие щипчики были в советские времена в каждом доме. Ими кололи кусковой сахар. А это крестьянские щипцы, гигантские. Они для того, чтобы расколоть сахарную голову. Вот ящик, щипцы нажимали, и в ящик падали вот эти кусочки колотого сахара, и их уже потом подавали на стол. Кажется, это у современной хозяйки много кухонных девайсов. А на самом деле у крестьянок на Руси их было не меньше. Только им приходилось больше работать руками, электричества еще не было. Не верите? Добро пожаловать на второй этаж музея русского десерта в Звенигороде. Здесь все – экспонаты, но особая гордость – буфеты. Деревни заброшенные, там никого нет, и уже от домов-то мало что осталось, и крыши уже нет. И мы, когда привезли, в буфетах был мох, листья, и мы их очищали и думали, что, может быть, это все зря, потому что запах гнили. Стоял такой, мы работали в респираторах. В музее русского десерта можно не только изучить экспонаты, но и приготовить угощения для крестьянского чаепития в русской печке. Кстати, наши предки вместо чая заваривали черемуху и рябину. На десерт пекли пироги и, конечно, пряники. Я вот вам сейчас скажу рецепт пряника, самый древний рецепт. Записывать не надо, запомните. Нужно взять ржаной муки, столько же, сколько меда, и добавить пряностей. Вот именно такие пряники мы печем с нашими гостями, кто приезжает к нам в музей в русской печке. Крестьяне знали толк в ЗОЖ. Мучного – минимум, больше ягод и овощей. Об этом вам тоже расскажут в музее русского десерта. Кстати, сегодня, сразу после выпуска новостей, вы сможете побывать там, не покидая квартиры. Не пропустите программу «Специальное интервью» за Венигород.